28 июля 12 часов 25 минут Мы едем по левому берегу озера Эйтфьорд-Ваттнет Затем вдоль протоки, соединяющий озеро, собственно, с фьордом И вот он, красавец Эйтфьорд Эйтфьорд – это самый восточный залив громадного Хардангерфьорда Это здесь покрытые льдами скалы поднимаются на полтора километра над водой А глубины Хардангерфьорда достигают почти 900 метров Низкие облака и моросящий время от времени дождик Не мешают нам любоваться многочисленными водопадами и склонами гор А в редких местах, где горы слегка отступают от берега Ферда Ютятся живописные норвежские деревеньки А дальше опять горная дорога, вьющаяся по узкой скальной полке Дорога откровенно узкая Слева скалы, справа металлический отбойник Два микроавтобуса разъезжаются очень осторожно На расстоянии 10 сантиметров друг от друга Но это еще не высший пилотаж скандинавских водителей Несмотря на то, что с гор почти к самой воде сползают ледники В здешних деревнях под пленкой выращивают черешневые сады А на обочине дороги продают спелую черешню А вот это уже высший пилотаж на норвежских горных дорогах Микроавтобус разъезжается с автобусом Расстояние между ними не больше спичечного коробка Интересно, что будет, если встретятся два автобуса Люди, выросшие на горных дорогах Норвегии Умеют ездить безопасно и правильно Здесь никто никуда не спешит Никто никого не обгоняет И предусмотрительно прижимаются вправо, чтобы пропустить встречу Остановиться можно только на специальных площадках Другого места нет Несмотря на очень сложную геологию Качество дорог здесь очень высокое Конечно, бывают мелкие повреждения Но, как правило, они связаны с жизнью гор То есть с обвалами или оползнами Если где-то что-то и обвалилось То дорогу восстанавливают без проволочек Качественно и фундаментально Четко понимая, что запасной дороги здесь нет И послать в объезд просто нереально 13 часов 30 минут по местному времени Мы приближаемся к местечку Тиссидал Здесь ответвляется дорога к языку тролля Вернее, на сам язык тролля Конечно, автомобильной дороги нет Дорога ведет к началу пешего подъема на язык тролля Раньше там работал фуникулер На котором можно было подняться на горное плато А дальше уже по горизонтали двигаться к языку тролля Но сейчас фуникулера уже нет А вот и местечко Тиссидал Отсюда начинаются крутые серпантины навек На улице моросит дождик А в салоне GPS-навигатор взахлеб Предвещает нам крутые повороты налево и направо Тиссидал производит впечатление Чистенького провинциального местечка И тем не менее Здесь есть металлургическое производство Производящее окалину титана И высоко чистый чугун В Тиссидале Есть музей гидроэнергетики Норвегии И несколько гостиниц Но в наших планах язык тролля Поэтому без остановки в Тиссидале Мы начинаем подниматься в гору Городок буквально зажат Между берегом Ферда и крутыми скалами А его улочки Извилистыми серпантинами Взбегают в гору Когда заканчиваются домики Тиссидала Дорога сужается до ширины одной легковой машины Дорога, ведущая к началу пешего маршрута на язык тролля Буквально вырублена в скалах А справа в глубоком каньоне Шумит речка Тессо Проезжая по таким дорогам Начинаешь понимать природу Мастерства и дисциплинированности Скандинавских водителей На такой дороге Даже мыслей не приходит превысить скорость Или остановиться в неположенном месте Водители здесь обходительны и взаимно вежливы Дорогу уступает тот, кому есть куда подвинуться А пешеходы дисциплинированно шагают Именно по левой стороне дороги Как и предписано правилами дорожного движения Здесь горы немного расступаются И мы въезжаем в небольшую висячую долину Впереди со склона свисает гигантская труба По ней подается вода из верхних озер на гидроэлектростанцию Кроме того, озеро Ветловат-нет служит водозабором для расположенных внизу городов и весен По этой причине установка палаток здесь строго запрещена Об этом здесь написано на каждом столбе В надежде на улучшение погоды мы натянули тент и приготовили обед Но дождик не прекращался, места для палаток мы тоже не нашли И поэтому было решено спуститься вниз и переночевать в кемпинге в городке Отто Так мы и сделали И в 15.30 двинули в обратный путь Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...